Чувак просто начислял дополнительно себе от полутора до пяти должностных окладов. И в этой ситуации мне остается только запастись попкорном. Причем учителя ушли с сохранением заработной платы. Я даже не знаю, как документировать. За что их наказываете? Куда ушла часть денег? Кому? Ему, как человеку, нужна популярность. Ему нужно внимание. Для нее отдать наши с вами деньги на непонятно что, это нормально. Ну, все помнят эти бессмертные строки. Привет, это я, Андрей Богданович. Это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И на этой неделе мне кажется, что Цапюх киданул Александрийских учителей. Выбитые двери, кнопкодавства и манипуляции на областной сессии. И Херсонские пошло празднуют 8 марта. Конечно, коронавирус и карантин – главная тема нынешней недели для жителей Украины. Информационный шум достиг своего апогея. Кто-то там разгонял панику. Но наш народ, слава богу, на такие приемы не поддается. И особенно не покупает все подряд в супермаркетах. Я лично прошелся по сельпо в центре города. И продуктов там полно. Туалетной бумаги тоже. Теперь к карантину. К нему относятся более-менее нормально, но не все. На карантин, как известно, отправились школы области, дети и учителя. Причем учителя ушли с сохранением заработной платы. Такую информацию я имею по опыту Кропивницкого и Запорожья. Но оказывается, размер зарплаты во время карантина почему-то разный. Вот, например, Кропивницкие и Запорожские учителя получат 100% зарплаты. А вот Александрийские – вот только 2 трети. Все уже украдено до нас. Все уже украдено до нас. Информацию мне подтвердили сами Александрийские учителя. Степан Кириллович Сапюк, что же вы так с Александрийскими учителями? За что их наказываете? Куда ушла часть денег? Кому? Я думаю, что за счет Александрийских учителей власть в Александрии хочет закрыть какие-то дыры. А то, что дыры есть, я даже не сомневаюсь. Интересно просто, какой размер этих дыр. Ну, а дальше после учителей почему бы не забрать денег у врачей, у работников соцсферы. Хотя, чему я удивляюсь, это же городская власть Александрии. Она даже если проигрывает суд, то исполнять решение не торопится. Вот, например, Горсовет в свое время соврал по поводу бизнесмена Делиева. Начал рассказывать, что, мол, этот Делиев нарушает закон. И на официальном сайте напечатали информацию, что бизнесмен нанес сбытки в громаде майже на миллион гривен. Делиев подал в суд на Горсовет и выиграл этот суд. Теперь уже Горсовет должен опубликовать опровержение. Но с этим он не спешит. Они, я так понимаю, в этот Горсовет решили с цепиком потянуть время. А вось пронесет. Вдруг забудут. Ну, а теперь Делиев понимает, что с Александрийской властью по-человечески нельзя. Только через исполнительную службу. Как со злостными нарушителями. На этой неделе областная сессия в Кропивницком была веселой и залихватской. Но, во-первых, главный политический шоумен области Степура и охранники облсовета устроили такую маленькую потасовку, толкучку. Руку забери. Руку забери. Будьте засосованы на физическом силе. Дайте я пройду вам в косвете. А яке ты моё право до него силу заскусовывать? А яке он моё право до меня заскусовывать? Братья в Степур не хотели пропускать с громкоговорителем. В конце концов, Степура выломали двери, но на сессию их пропустили уже без громкоговорителя. Руку забери. Мне кажется, что Степуре просто обидно, что он теперь не заместитель главы облсовета. Ему, как человеку, нужна популярность. Ему нужно внимание. И тут у меня лайфхак для Степуры. Это караоке. Причем объясню, что я имею в виду. Что же вы с громкоговорителем, так сказать, явились? Есть же вещь помоднее. Выход. Это портативный микрофон караоке. Чем он лучше? Во-первых, охранники не допрут, зачем вам микрофон. Во-вторых, он блестящий и можно записывать своё выступление. В-третьих, можно изменять голос. Вроде как Степура говорит, а слышится, как Черноиваненко. Или, знаете, вот как на свадьбах с Реверсом, так сказать. А сейчас-сейчас-сейчас для наших гостей-гостей голосование за бюджет-бюджет-бюджет. И в-четвёртых, в него можно реально петь и передавать микрофон по кругу, по залу, зарабатывая деньги. Ладно, и в-пятых, потом в облсовет принести кальян. Ну и я думаю, что будет офигенная сессия. Абсолютно. Второй скандал на областной сессии – это кнопкодавство депутатов оппозиционной платформы «За життя». Депутат Анатолий Кожемяченко проголосовал за своего коллегу из фракции Анатолия Дычка. Оба из Александрийской когорты имени Доводенко. Там ещё как-то кто-то проголосовал за Александра Цепюка, которого не было на сессии. Но я уже этому не удивляюсь. Как вы, Александрийцы, терпите этих депутатов, которые постоянно вас обманывают? Ну и Кожемяченко, вам-то не стыдно? Отличилась, кстати, и Людмила Давыденко из Александрии. Она выступила на сессии вдруг против Александрийского театра. Ну и манипулятивно вырулила, что, мол, деньги, которые выделяются на театр, нужны учителям и врачам. Да-да, именно учителям из Александрии Людмиле Вадимовне нужны деньги. Вот, я думаю, Людмила Вадимовна и спросит Степана Кириловича Цепяка, почему учителя Александрийские недополучают деньги за карантин. То я вам скажу, для нас сьогодні важливейше все-таки працівники охорони здоровья, працівники освіти, а театр еще может несколько месяцев ждать. Кстати, я так и не понял, при чем тут театр в спиче Давыденко, потому что она в свое время за него голосовала, а тут вдруг решила, что Александрии не нужен театр. Какая-то такая манипуляция странная. Ух, лиса Людмила Вадимовна. Там, кстати, из речи Давыденко, что интересно, это проектно-сметная документация театра. Она была на 7 миллионов, и что, мол, это хорошо и прекрасно, говорит Давыденко, а вот 80 миллионов гривен на реконструкцию театра, это плохо. Так я вам расскажу за эту проектную документацию, которую хвалит Давыденко. Она там была сделана шикарно, в кавычках. Например, крыша. Учтены были деньги на демонтаж крыши, а вот на монтаж новой нет, не указано. Так что криворуко была сделана эта документация, которая так хвалится Давыденко. И дальше на сессии разгорелись как бы споры, голосовать за изменения в областной бюджет или не голосовать. Мое личное мнение, голосовать, если понятно за что. Вот, например, 5 миллионов гривен для областной больницы, чтобы продолжить компьютерную сеть. Я понимаю, ради компьютерной сети. А вот если, например, 5 миллионов для Кировоград-Водоканала и не указано целевое назначение, то вы бы голосовали? Я, например, нет. Ну вот, не голосование части областных депутатов как раз Давыденко и не поняла. Для нее отдать наши с вами деньги на непонятно что – это нормально. Я так послухала, почему где-то не поддерживает соответствующий бюджет. И так мне это, вы знаете, прямо я аж думаю, что у нас оппозиция одна з'явилась тут, да? И да, спасибо, что есть онлайн-трансляция областной сессии. Теперь и дурь, и кнопкодавство каждого видны. Если меня спросят, где я хочу работать, я им обязательно отвечу – в Кировоград-Газе. Потому что за два года экс-начальник Кировоград-Газа заработал 15 миллионов гривен. Воровать неплохо. Чувак просто начислял дополнительно себе от полутора до пяти должностных окладов. У него вообще-то есть криминальное производство на экс-руководство Кировоград-Газа за злоупотребление на 54 миллиона гривен. И поэтому я, наверное, не хотел бы быть таким главой Кировоград-Газа. Я просто не умею красть, вернее, так зарабатывать. И это, кстати, мы платили ему за все эти зарплаты. Все это за наш счет. И если тут можно себе такие деньги начислять, то сколько же получают в Киеве? И, наверное, вот почему у нас платежки за газ совершенно не дешевые. Потому что мы кормим чиновников. В микрорайоне улицы Попова продолжается противостояние предпринимателя Сидорова и местных жителей. Сидоров хочет построить медицинский центр. Мне почему-то кажется, что это аптека или массажный салон. А местные хотят сквер для себя. И чтобы их никто не трогал. На стороне местных выступает депутат Горсовета Виталий Белов. Которого, по словам специнспектора Андрея Максюты, и у самого личное дело в Пушку. Тот в том же микрорайоне хотел построить и себе такой себе маф на теплотрассе, что запрещено. Но это Крапивницкий, детка. Да, вернусь к отношениям Сидорова и местных. Жители Попова провели субботник. Там посадили деревья. Лавочки установили. Но приехал сам Сидоров и сломал два дерева. Сидоров и сломал два дерева. Сидоров и сломал два дерева. Я даже не знаю, как это комментировать. В ответ местные вызвали полицию, об этом написал депутат горсовета ЦРТ у себя в Фейсбуке. Я уже не понимаю, когда это дело закончится. Местные не уступают, тем более на их стороне, вернее их сторону отлично поддерживает Виталий Белов, я так понимаю, в надежде, что потом местные будут голосовать за него. Ну а Сидоров как бы тоже не хочет потерять участок, тем более приобретен он тоже как-то был странно, мне кажется, с какими-то там заносами. И в этой ситуации мне остается только запастись попкорном и наблюдать, как же все это будет разворачиваться. Что же победит? Сквер и деревья или Сидоров и массажный салон? Ну и немного о 8 марта. Вернее, о том, как праздновали его в Херсонской облгосадминистрации. Вернее, даже не 8 марта, как оказалось, а годовщину создания известнейшей в 90-х группы Степ. Ну, все помнят эти бессмертные строки «смаженный кабанчик». В общем, получилось противоречиво. Напрягли многих девушки в откровенных нарядах в облгосадминистрации. И вполне возможно, что подобное могло произойти и в Крапивницком, раз уж в Кировоградской облгосадминистрации сидят теперь херсонские. Но вспоминая порнушку на аппаратках, понимаешь, что наших местных херсонскими девчонками с пышными и не очень формами не испугаешь. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, что все изменяется на краще, кроме отношения Александрийской власти к учителям и Александрийских депутатов к избирателям. Но это пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»